Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Добрый день, мамы, жены, сестры, члены семей военнослужащих, которые мобилизованно работают по контракту либо являются добровольцами в зоне специальной военной операции, которая проходит на территории Российской Федерации. По поручению главы Республики Саха-Якутия социальному блоку поставлена задача по организации работы семей военнослужащих. В каждом районе на настоящий момент созданы группы в Телеграме, который возглавляет заместитель главы по социальным вопросам. В группы присоединяются мамы, жены, близких, мобилизованных, обращаются по всем вопросам, начинают выплат кредитных каникул до доставки передачи в госпиталь. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент в эти группы объединено уже достаточно большое количество женщин. Менее активными являются группы только в городе Якутске. Во всех остальных улусах, там, где есть устойчивая связь, эти группы объединены, и многие вопросы решаются достаточно быстро и оперативно. Основными вопросами уже сегодня меньше стало вопросов, которые связаны с выплатой в 200 тысяч, потому что, в принципе, на настоящий момент организация по выплатам подходит непосредственно к завершению выплаты. Практически все выплаты по новым правилам. Если у нас нет возможности определиться по женам, матерям, тем, которые имеют право на получение выплат, в силу определенных обстоятельств жизни, потому что ситуации разные, выплаты будут получать мобилизованные. Речь идет о региональных выплатах, определенных указом главы Республики Саха и Якутия. Обращения мам, жен, близких, мобилизованных граждан у нас по распоряжению главы рассматриваются всеми заинтересованными органами государственной власти и ведомственности в кратчайшие сроки. Основные вопросы, которые сегодня поступают, это вопросы, связанные с нашими, в том числе, ранеными бойцами и, соответственно, работа с госпиталями, которые находятся на территории Российской Федерации. На сегодняшний день большое количество родственников, уже вступило около 2,5 тысяч родственников мобилизованных, вступают не только, например, от одного человека, один человек, ну, даже несколько, и ряд вопросов возникает. Как вы знаете, у нас в понедельник встреча прошла с родными погибших бойцов отряда БОТУР. Значит, работа по, соответственно, на ежедневном контроле находится работа по поиску тел погибших либо без вести пропавших бойцов и, соответственно, все мероприятия, которые направлены на осуществление выплат, значит, предусмотренных как за ранения, которые есть, так и мер социальной поддержки. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня министры, отвечающие за те или иные направления, несут персональную ответственность за кратчайшее быстрое разрешение вопроса. Одним из наиболее важных вопросов является вопрос реабилитации военнослужащих. Реабилитацию военнослужащих на настоящий момент у нас по обращению тех, кто вернулся, уже прошло около 20 человек. Осуществляется она в учреждениях социальных и медицинских как Республики Сахай-Якутия, так и за ее пределами. На настоящий момент механизмы работы по реабилитации как по оповещению осуществляются в вызывном порядке через телеграм-группы, которые завязаны в каждом районе на глав по социальным вопросам.